Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале! Спасибо, что заглянули! Сегодня у нас картошка жареная с яйцом, точнее с двумя яйцами, две большие картошки и салат оливье. Обычно мы его готовим только на Новый год, но сегодня мы сделали исключение и приготовили. Давайте приступим! Здесь у меня кофе. И сегодня я буду отвечать на негативные комментарии. Которые, естественно, есть под моими роликами. Я их читаю. Хочется высказаться, хочется кое-что сказать этим людям, которые пишут эти комментарии. Иногда просто хочется сказать, что вы меня неправильно поняли. Вы не так хорошо меня знаете. А иногда просто хочется это все дело игнорировать. Но в любом случае, это неприятно. Знаете, особо неприятно именно, когда человек выражает свою мысль, базируясь на том, что он тебя хорошо знает. И ты понимаешь, что действительно человек тебя хорошо знает. И в то же время он тебя не любит. Это немножко неприятно. Итак, первый вопрос. То, что вопрос в комментарии. Задает его мужчина, причем. Николай Тарасюк. Много таланта не надо, чтобы просто сидеть и жрать на камеру. И при этом срубать огромные суммы денег в долларах. Я, конечно, тоже смотрю Айку, но меня раздражает тот момент, что ничего не делаю. У нее такие просмотры. А люди трудятся, создают контент, отстегивают деньги монтажером. И при этом у них нету просмотров. Уважаемый, хотелось бы ответить на ваш комментарий. Почему вы считаете, что мои видео мне достаются просто так? То есть, это настолько легко. Соглашусь. Есть каналы, где, конечно, вложен огромный труд. И там нет просмотров. И это реально очень несправедливо. Изначально я вообще хотела снимать видео про макияж. Я снимала, но так как мне народ научить нечему. То есть, я сама не умею нормально красть. То есть, я не могу две стрелки правильно нарисовать. О чем будет мой блог? Почему люди порой недооценивают чужой труд? Я не говорю, что есть на камеру. Это очень трудно. Но я также монтирую. Стараюсь, чтобы меню мое было разнообразным. Хотя мне часто пишут о том, что опять одно и то же. Вы не поверите, но я реально стараюсь, пытаюсь. Хотя, возможно, это незаметно. Мне кажется, вместо того, чтобы писать негативные комментарии, вы бы могли тоже мне составить конкуренцию. Почему нет? Мне кажется, на русскоязычном ютубе не хватает мукбанкеров и именно мужчин. Я не могу нравиться всем. И это нормально. Но если вы зашли на мой канал и решили написать в комментарии, значит, мои видео выходят вам в рекомендации. А если они выходят вам в рекомендации, значит, вы как-то досмотрите мукбанки. Значит, этот формат вам нравится. А если люди смотрят, почему бы не снимать? Ведь я стараюсь делать какое-то разнообразие. Снимать влоги. Ну, какие могу. Непрофессиональные, наверное, да? Не суперинтересные. Снимаю, как есть, свою жизнь. Ничего не придумываю. Хотя мой брат говорит, что лучше составлять там план дня. Придумывать дела. Или все дела в один день засунуть, чтобы снять видео. Я однажды смотрела влог, по-моему, Катя Адушкина. У нее очень крутые влоги. Но дело в том, что я один раз заметила, что у нее в начале влога один маникюр, а в конце совершенно другой. То есть, эти все кадры были сняты не в один день. А она в видео говорила, что это один день. Да, конечно, ее в основном смотрят дети. Ну, как бы дети даже не обращают внимания, возможно, на такие вещи. Ну, почему YouTube отличается от телевизора? Потому что здесь реальные люди. Вы замечали, что в Доме-2 все замазывают свою косметику, заклеивают свою одежду, чтобы не было видно брендов? Каким брендом пользуется какой участник? Чтобы, не дай бог, не сделать бесплатную рекламу. А я, например, на протяжении всего своего канала наверное, раз 500 рекламировала Макдональдс, потому что я его действительно люблю. И он по сей день мне ни копейки не заплатил за это. Вот ни копейки. Ни Макдональдс, ни KFC. Потому что я и так, и так их пиарю, а мне не жалко. Я люблю это. Я это ем. Я это демонстрирую. Я показываю свою косметику. И так далее. К чему я это все? Почему люди перешли с телевизора на YouTube? Потому что здесь больше искренности. Не все ради денег. Следовательно, строить свои влоги именно по сценарию это будет неинтересно. Это будет неискренне. Вы знаете, мне иногда обижает, когда мне родственники звонят. Вот прям недавно было, 4 дня назад. Опять такая ситуация. Звонит мой родственник и говорит, ну что, говорит, жрешь на камеру, зарабатываешь? И он типа это в шутку сказал. Я говорю, почему жрешь, зарабатываешь? Я создаю контент. Иногда бывает, я снимаю по 3 видео в день. То есть мне подобные шутки вообще не нравятся. Я считаю, что это не шутка. Это наоборот какое-то оскорбление, недооценивание чужого труда. Возможно, это звучит очень глупо. Возможно, вы не считаете, что это труд. В любом случае, если кому-то это интересно, кому-то это надо, я создаю этот контент. Я сама обожаю смотреть мукбанки. Смотрю мукбанкеров прям с удовольствием, на одном дыхании. Я прям сегодня максимально на домашнем стиле такой хвостик сделала в домашней кофточке. Следующий негативный комментарий задает его Амина 273. Амина, тебе привет. Пишет она так. Айка, как тебе не стыдно? Ты мусульманка. Но даже в месяц Рамадан не держала пост и продолжала снимать видео. Не делаешь намаз хотя бы уважительно относись к чужой религии. По идее, ты обязана делать намаз и пропагандировать подобный образ жизни. Это ужас какой-то. Мне очень стыдно за тебя. Что касается религии, я получаю кучу просто негативных комментариев. хотя я никаким образом никогда не оскорбляя ни религию, ни религиозных людей. Но почему-то каждый обязан меня пнуть. Особенно в месяц Рамадан, когда все держат пост, все обвиняют, что почему-то и снимаешь видео. как тебе не стыдно. Я должна вам врать и говорить, что я держу пост, хотя я это не делаю. У нас пост заключается в том, что вы вечером, когда уже потемнеет, вы можете кушать все, что вы хотите. у христиан, насколько я знаю, они просто постные какие-то продукты едят. Но не все держат пост. То есть, если я не делаю намаз, совершаю какие-то ошибки, это чисто мои ошибки. И вам за них не отвечать. Почему вы считаете, что все должны смотреть на мир с вашей точки зрения? Завтра вы отвечаете перед Богом только за свои грехи. Но если вы держите пост, вы можете не смотреть меня. Или смотреть меня вечером. А если так рассуждать, то получается, что тогда и старые мои видео вы можете посмотреть и тоже захотеть покушать. Я вам даже больше скажу. Раньше мне очень часто писали, вот ты кушаешь суши, ты никогда не задумываешься о том, что у кого-то нет денег на эти суши, но мы хотим, а это большой грех, что ты дразнишь людей вкусной едой. Ну тогда получается, блогеры инстам в супер отелях живут, кушают лучшую еду, катаются на крутых тачках. И что? Я смотрю на них и думаю, блин, вот у меня жизни говно. Получается, я им тоже должна написывать, что почему вы меня дразните, это такой грех и так далее. То есть, ну неправильно это все. Если вас действительно это очень сильно раздражает, вы можете не смотреть этот формат и все. Проблема будет решена. Просто некоторые люди считают, что я должна подстроиться именно под них. Мы когда занимались грузинскими хинкалями, я позвонила одной женщине уточнить адрес. То есть, раньше я сама звонила и уточняла адрес маминого телефона, чтобы совершить доставку у грузинских хинкалей, а потом давал номер курьеру. Но потом сразу это делал курьер. Извините. Я сейчас снимаю видео, чуть позже поговорим. Я позвонила и мне столько всего высказали. Мне сказали, что Айка, я к тебе очень хорошо отношусь, но ты вот здесь, здесь, здесь ты не права. Ты в видео говорила, что ты не хочешь жить вместе с мамой твоего парня. Это неправильно. Ты пропагандируешь это. И начала мне все это высказывать. Люди не понимают, что я не могу подстроиться под всех. Например, я скажу, что я не хочу жить с мамой моего парня, к примеру. Меня посмотрит молодежь, и они скажут, о, Айка не живет, я тоже не буду жить. Но это же глупо, ребят. Я же не должна вас обманывать. Я такая, какая я есть. Если я не хочу жить с ней, почему я должна врать вам, что нет, я хочу? И, в общем, когда я уточняла адрес, она сразу, а, я вас по голосу узнала в Айке. И начала мне, таре-таре, про свою невестку, что она хочет отделиться от нее. А мои видео пропагандируют это все. Никогда не говори так в видео. Ты совершаешь ошибки. Потом через неделю позвонила моей маме и сказала, пожалуйста, Айка, чтобы не говорила так в видео, что с тещей жить плохо. Я так послушала. В принципе, немножко глупо, на самом деле. То же самое касательно нарядов. Например, я надеваю какое-то супер закрытое платье. Мне начинают писать девчонки, которые живут за границей где-то, где-то в Америке, в России. А у меня, кстати, 5% людей смотрят меня из Америки. Именно поэтому у меня скоро будет больше налогов. Ну да ладно, сейчас не об этом. Вот и девчонки пишут, Айка, что за бабулевский наряд? Что-то одета, как монашка и так далее. И тут, значит, я надеваю то, что мне нравится. И мне пишут комментаторы где-то из Дагестана, из Чечни. Хотя из Чечни, если честно, я вам абсолютно искренне говорю, такие добрые люди там. Хотя они сами религиозные, они сами одеваются закрыто. Но они никогда не упрекнут тебя в этом. Не знаю, я чеченца вообще очень люблю. Ну да ладно, сейчас не об этом. Суть. Я не могу подстроиться под всех ребят. Я стараюсь быть такой, какая я есть. А вы уже сами смотрите. Я вам как блогер подхожу и нравлюсь, то да, пожалуйста. Если нет, пройдите мимо. На этом все, мои хорошие. Всех люблю, целую. С вами Лайка Эмили. Спасибо вам за сердечки, за комментарии. Пока.